Расчеты по химическим уравнениям. По химическим уравнениям можно рассчитать массу, объем и количество реагирующих и образующихся веществ. Для расчетов очень важно выбрать соответствующие друг другу единицы измерения массы, объема и количества веществ. С этой целью можно воспользоваться таблицей номер 7. Для того, чтобы решить расчетную задачу по химии, можно воспользоваться следующим алгоритмом. Первое. Составить уравнение химической реакции. Второе. Перевести данной задачи массу или объем в количество вещества моль, киломоль, миллимоль. Если по условию задачи в реакцию вступают вещества, содержащие примеси, то сначала надо определить массу чистого вещества, затем рассчитать его количество. Если в задаче речь идет о растворе, то сначала надо вычислить массу растворенного вещества, который затем перевести в количество вещества. Третье. Над соответствующей формулой в уравнении записать найденное количество вещества. Количество над формулами искомых веществ обозначить через x и y. Найти количество искомых веществ, зная, что количественные отношения между веществами соответствуют коэффициентам перед их формулами в уравнении реакции. Перевести найденное количество вещества в массу или объем. Оформить ответ. Задача номер один. Рассчитайте объем водорода, который потребуется для взаимодействия с 480 кг оксида железа. Вычислите количество вещества воды, которое при этом образуется. Запишем, что нам дано решение. Запишем уравнение химической реакции. Чтобы найти количество вещества оксида железа, сначала рассчитаем его молярную массу. В данном случае киломолярную массу, так как масса оксида железа дана в килограммах. Далее найдем количество вещества оксида железа в киломолях, так как исходные данные в задаче предложены в килограммах. Третье. Над формулой исходного вещества оксида железа в уравнении реакции запишем найденное количество вещества 3 киломоль, а количество веществ водорода воды обозначим над их формулами, соответственно, через Х и У. Четвертое. Согласно уравнению, реакция 1 киломоль оксида железа взаимодействует с 3 киломоль водорода. Следовательно, 3 киломоля оксида железа соответствует в 3 раза большее количество вещества водорода, то есть Х будет равен 9 киломолям. Рассчитаем объем водорода по найденному количеству вещества. Пятое. Согласно уравнению реакции, за 1 киломоль оксида железа образуется 3 киломоль воды, а из 3 киломоль оксида железа в 3 раза большее количество вещества воды, то есть У будет равен 9 киломоль. И напишем ответ – 9 киломольт. Задача номер 2. Такой объем воздуха потребуется для взаимодействия с 270 граммами алюминия, содержащего 20% примесей. Какое количество вещества оксида алюминия при этом получится? Запишем, что нам дано и решение. Над формулой алюминия в уравнении реакции запишем найденное количество – 8 моль. А количество кислорода оксида алюминия обозначим, соответственно, через Х и У. Согласно уравнению реакции, 4 моль алюминия взаимодействует с 3 моль кислорода, в результате чего получается 2 моль оксида алюминия. Следовательно, 8 моль алюминия соответствует 6 моль кислорода и 4 моль оксида алюминия. Рассчитаем объем кислорода по найденному количеству вещества. Однако в задаче требуется найти объем не кислорода, а воздуха. В воздухе содержится 21% кислорода по объему. Преобразуя формулу, найдем объем воздуха. Ответ – 4 моль. Задача номер 3. Какой объем водорода выделится при взаимодействии 730 г 30% соляной кислоты с необходимым по реакции количеством вещества цинка? Каково это количество вещества? Дано решение. Найдем массу хлороводорода, содержащегося в соляной кислоте. Далее, найдем малярную массу хлороводорода. Рассчитаем количество вещества хлороводорода. Над формулой хлороводорода в уравнении реакции запишем на 1 количество вещества 6 моль, а количество вещества цинка водорода обозначим, соответственно, через х и у. Согласно уравнению реакции, 2 моль хлороводорода взаимодействует с 1 моль цинка, в результате чего получается 1 моль водорода. Следовательно, 6 моль хлороводорода соответствует 3 моль цинка и 3 моль водорода. Рассчитаем объем водорода по найденному количеству. Получаем ответ. 3 моль. Запомним, единица важнейших величин – алгоритм вычисления по уравнению реакции.